10 часов утра у дома на Парковой собираются гости. Среди них и глава города Анатолий Пахомов. Гибелиар долгие годы трудился на благо Сочи. Израиль Моисеевич Фогель принимал участие в строительстве санатория Медзержинского. Он инженер-электрик. Вся коммуникационная система делала его рук. Это уже было в послевоенное время. Принято решение о награде вас знаком отличия, которое называется почет и признание сочинцев. И я вас с этим поздравляю с событиями. Это значительное поздравление, которое я буду всегда вспоминать. Было зачитано поздравление от президента страны. Вручны награды майору в отставке от Совета ветеранов города Сочи и от пограничного управления ФСБ России. Орден во славу русского воинства и почетный знак за безупречную службу. И там, где стояли пограничники его возраста, фашисты не прошли границу. Хотя он и получил там тяжелейшее ранение, но вышел из этого тяжелого ранения и стал работать в военно-строительном управлении. КГБ, пограничную службу, строил заставы на Черноморском побережье и в других местах. Строил дачи, государственные дачи строил. И строил свою жизнь. Израиль Моисеевич родился в Одессе. Отсюда его юмор и оптимизм. В свои сто лет он очень хорошо все помнит. Его сын вывел свои рецепты от долголетия отца. Вот напротив этого дома, вот стадион. Он минимум лет 30 на этом стадионе бегал 10 кругов каждый день. Вот это, видимо, ему дало вот этого долголетия. Известие и советский спорт. И там написано, что насчет бега. Бег – это здоровье. Бег, плавание, ну и, конечно, любовь. Вот, собственно, три кита, на которых держится здоровье Израиля Моисеевича. До 95 лет плавал в море, работал на даче. Сын, внучка и правнук, который в 100-летний юбилей прадеда организовал для него скайп-связь с родственником из Канады. Сегодня каждый старался прикоснуться к юбилейной дате ветерана. Это и пример для всех нас. Это и подтверждение того, что в Сочи не живет до 100 лет только тот, кто не хочет. И Израиль Моисеевич – яркое подтверждение тому. Он всегда занимался здоровым образом жизни. За праздничным столом гости, конечно, желали юбиляру крепкого здоровья. А он неоднократно повторял. «Я старался жить, чтобы было хорошо в стране». Такой крепкий духом человек родился в 1916 году, и он среди нас в 2016. Елена Авситсина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».